Hi girl! Вы, наверное, уже заметили, на улице стало очень жарко, а если не заметили, то я вам очень завидую. Так жарко, что я купила фен. Вентилятор, простите. Ладно, посерьезно, очень жарко. Это означает, что сейчас лето. А что у нас делают летом? Я сама не знала, я об этом забыла. Но мой Animal Crossing мне напомнил, что у нас сейчас свадебный сезон. А когда у нас свадебный сезон, это знаете, что означает? Ничего не означает. Я себе просто колечко купила. Oh girl! Это, если что, не настоящая татуировка, это я просто пока мечтаю о татуировке, ну вот. У меня теперь есть такое колечко с рыбкой. Вот, смотрите, какая сладкая. Не, на тот палец надел. Вот, ну, блин, он невелик тут. Ну, не судьба, в общем. Мне вообще, короче, не судьба выйти замуж пока еще рано. Сама вообще не особо хочу, но мне это очень не все интересно, все нравится. Я поэтому даже оделась как-то немножко так по свадебному. Также на свадьбу одеваются, да, футболки, шортики, да, ну. Мне очень сильно надоели мои волосы, я хочу их отстричь. Мне пойдет? Смотрите, мне пойдет? В общем, ладно, как мы уже поняли, дорогие, раз на свадьбу нас не зовут, я решила устроить свадьбу нам прямо на моем канале. Четыре свадьбы мы еще с вами посмотрим, уже один раз посмотрели. Мне захотелось как-то немножко углубиться. Еще побольше, в общем, двигнуть в интернет. От слова dig по-английски, если что. Очень много интересных мыслей, очень много мудрых мыслей я нашла. На Яндекс.Дзен, Уман.Ру. Знаете, вот хотелось просто вот прочитать и обсудить. Очень важная тема. В общем, если вам это интересно, хочется посмотреть, что там пишут, оставайтесь со мной. Можете это пока лайк не ставить, там, не подписываться. Ну, понравится, подпишитесь. Не понравится, ну, уйдете от меня вообще. Let's start. Конечно, первым делом я зашла на свой самый любимый форум. Woman.Ru. Вот такое что интересненькое я тут нашла. Я всю жизнь мечтала о свадьбе, а молодой человек их терпеть не может. Вот вообще не переваривает. Но слезами и уговорами уломала его на небольшую свадьбу до 50 человек без алкоголя. Не, ну а что, классно. Если без алкоголя, то поистине это будет незабываемая свадьба. Или наоборот, это не очень хорошо, что мы все будем помнить. Мне кажется, я поняла, почему алкоголь на свадьбу ставят. Чтобы все забыли и не помнили, что там только что произошло. Мы с ним не пьем, а наши родственники, родители, тети, дяди, пьют. Ну, не то чтобы сильно. Без драк, шатаний, тошниловки. А в меру хороший, дорогой алкоголь. Но вот он сказал, либо свадьбы вообще не будет, либо будет безалкогольная. Некуда деваться. Пришлось согласиться. Так, я не поняла вообще, на что мы тут жалуемся. Согласиться на то, что тебе не придется пить алкоголь, хотя ты и так его не пьешь. Я просто как человек, который тоже не пьет, и Кирилл тоже не пьет. У нас как бы такие непьющие отношения. Скучные ребята, да, да, да. Например, если у нас у кого-то день рождения, мы приглашаем гостей. Они либо сами заранее понимают, что у нас там не будет никакого алкоголя дома. И они, ну, нормально, окей, приходят все равно. Играют с нами в настолки, и все, всем хорошо. Либо могут сами принести, ну, какой-то там свой легкий алкоголь, чтобы точно не перебрать. Это окей. В чем проблема? Я, конечно, не знаю, но, может, на свадьбу. Это очень важная традиция. Вот если не выпьешь, то ужас, кошмар. Свадьба не состоялась, и брак не удался. Теперь вопросы. Первое. Как сказать родителям, что алкоголя не будет? Тут, конечно, вопрос серьезный. И тема сложная. Наверное, я бы отправилась с родителями в свадебное путешествие. Там, купить им что-нибудь, в ресторанчике поводить. Ну, может, тогда они вас простят точно, что алкоголя не было. Но если это не вариант, то можно тогда 10 внуков пообещать. Второе. Чем его заменить в том плане, чтобы гости хорошо отдохнули и повеселились? Так как известно, что алкоголь людей раскрепощает. А на охоте идут танцевать, разговаривают и так далее. Боюсь, что без алкоголя свадьба будет грустная. И похоже на поминки без веселья. Ну, вообще, если без алкоголя, то можно там нарк... Элла... Мари... Нас... Герой... Искать тамаду с конкурсами? А какие проводить? Так как от старых добрых конкурсов по типу лопания шариков или переодевания в цыганов. Воротят уже меня. Пиэс. Свадьба по стилю будет приближена к Провансу. Пи-пи-эс. Полет за границу вместо свадьбы или свадьбы только для двоих не предлагать. Я об этом дне мечтала с детства. А за границу доход позволяет хоть каждый день летать. А-а-а! В общем, у нас тут такие состоятельные ребята, я поняла. Если денег будет много и вот свадьба безалкогольная, что можно сделать, чтобы она была интересной? Ну, вот я на свою свадьбу, знаете, вот если бы у меня была бы куча денег, можно было бы снять там аквапарк какой-то. Парк аттракционов целый можно снять. Можно там этих всяких принцесс позвать. Это драг-квинс, чтобы они гостей развлекали. А еще пони можно всяких там или качельки. Еще бы я, конечно, пригласила кого-нибудь там петь на фоне. Верку-сердючку надо звать на свадьбу. Все, вот. Я записываю. Хорошо, все будет хорошо. Ладно, я уже разогналась, давайте почитаем комментарии. Свадьба без алкоголя, совместная жизнь без секса. Знаете эту примету? А вот вы как думали, вот как раньше узнавали вообще о сексе? Вот только под огромным влиянием алкоголя, только тогда и узнавали, как это все происходит. Ну, потому что в трезвом состоянии никто бы не поверил. Примета как бы, да, жизненная. Но это как бы в древние времена. Ну, а в наш современный век что, кто об этом не знает, а? Так что ваша примета уже себя изжила давным-давно. А вдруг по этой логике вечная жизнь без алкоголя это вечная девственность? Person who thinks all the time. Заменить мужа нищеброда. И будет норм свадьба. Если ты не куришь и не пьешь, то ты просто нищеброд. Все, я поняла, кто я. Я нищеброд. На безалкогольные коктейли и напитки типа швепса, может, и подобного. Безалкогольное шампанское. Ну, имитация в общем алкоголя. Но жених у вас запой на алкаш, что ли, в завязке? Его ближайшие родственники тоже? Чего он так боится? Лучше отменить свадьбу и его самого послать с прибабахами. Ищите нормального. Угу. Если бы вот эту свадьбу снимали на четыре свадьбы, вот эти вот, на передачке, у них бы, наверное, физика свадьбы была эта, безалкогольная. Ну, а что, ребят, я уже не понимаю. У нас непьющие люди стали хуже алкашей. Что за ущемление прав трезвенников? Больше половины приглашаемых на безалкогольную свадьбу не придут. Найдут массу уважительных случаев отказаться. А если не поставить в известность об этом гостей? Часть уйдет со свадьбы тоже под предлогом. Часть возмутятся. На хорошие суммы подарков? Деньги. Не рассчитывайте. Люди идут как на праздник. Одинутся красиво. Будут рассчитывать на хорошее угощение, веселье. А вместо этого что получат? Поминки? Да что сразу поминки-то? На поминках тоже алкоголь есть. Это будет детский утренник. Прикиньте, реально у кого-то была такая свадьба. Организовали такой огромный концерт. Огромное торжество. Позвали кучу гостей. Но никому не сказали, что не будет алкоголя. И потом все, все ушли. Бабушки, дедушки, все. Дорогая внучка, я думала у нас с тобой все серьезно. А оказывается, ты не поставила алкоголь на свадьбе. Я все поняла. Ты меня просто не любишь, да? Скажи это прямо в лицо. Смотреть на тебя не могу просто. И уходит. Классно? Я бы сразу не пошла. И это при том, что я не любитель спиртного. Если на свадьбе и выпью пару бокалов сухого вина, то хорошо. А то и меньше. А муж ваш деспот, упрямец, вас не любит. Он эгоист и дурак. Бегите от него. Не то намучаетесь. Он вас и людей ни во что не ставит. И нафиг такое вообще? Девочки, записываем. Если муж не хочет алкоголь на свадьбе, он абьюзер. Все. Бежим от такого. Уходим. Особенно, да, если он трезвенник, не пьет. Это вообще. Это первый признак нездорового человека. А вот если алкоголь любит, значит все хорошо. Мудрый, умный, не дурак. А главное, не эгоист. Так что берите тех, кто много пьет. Согласна с пирамидой. Разбегутся гости или не придут. Автор, вас жаль. Сочувствую. Муж самодур какой-то. Вот не хватало только еще ему указывать взрослым людям на свадьбе пить им или не пить. А если они с собой принесут? Тем более за нашими-то русскими мужиками. Не заржавеет. И что, жених будет бегать у них рюмки из рук вырывать? Нарвется ж. А по теме? Не представляю, чем вы можете гостей веселить. Какие там игры, конкурсы на сухую? У меня такое ощущение, что эти люди думают, что жених с невестой вообще никакого отношения к этой свадьбе не имеют. За нее не платят. И не имеют никакого права голоса в том, что вообще происходит. Это ж типа как вот, знаете, пригласил тебя друг на день рождения поиграть там, мне посмотреть кино. А ты такой ему говоришь. Фу, кино. Но это скучно. Давайте мы все вместе поем в Диснейленд. И потом этот бедный мальчик должен идти платить билеты в Диснейленд на всех своих друзей, потому что кому-то одному было неинтересно идти в кино. Ну и конечно же, помимо Вумен.ру, я зашла на свой любимый Яндекс.Дзен. Такая там вкусняшечка лежала. Сейчас я вам ее прочитаю. Почему свадьба на островах? Это грустное позорище. Спайси. Именно так. И грустное, и позорище одновременно. Бэдж. Мои личные убеждения. Я не езжу отдыхать в грязные, дикие, отсталые страны. Мне некомфортно, когда для туристов созданы некие оазисы. Хорошие отели, магазины, walking street. А местные при этом живут в трущобах. В общем, я поняла. По ее логике, надо в эти страны вообще не ездить, чтобы у них вообще денег не было. Все там вымерли. Все там вымерли. Никого не осталось. И все. Проблем нет. Низкий уровень жизни. Это в первую очередь нарушение прав детей, женщин. Плохая гигиена. И никакая красота природы меня не погонит туда. Красот природы полно в цивилизованных странах. Да, уже одна красота природы. Меня лицо пересветило. Конечно, из-за классических островов не все дичь и грязь. Есть принадлежащие приличным странам. Но там сильно дороже. Простым людям более-менее доступны Мальдивы или Бали. Вау. Если простым людям доступны Мальдивы и Бали, то я, походу, нищая. Хотите со мной дружить? Меня очень впечатлил реальный отзыв о такой свадьбе. Молодые пришли к назначенному времени. А там сидят, болтают какие-то местные тетки. Всем на молодых пофигу. И им пришлось упрашивать, чтобы провели церемонию. Плэйс, пожалуйста. Деньги, пожалуйста. Можно свадьбу, плэйс? Ну вот, 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 я же на Мальдивах, на Бали. У меня есть деньги. Ну вот, ну пожалуйста, пожалуйста. Кто в это вообще должен поверить? Я не понимаю. Встреча с традиционными напитками. В отзывах писали про грязные, заляпанные стаканы и некую жидкость на донышке. Сказочной, дорогой, богатой встречи не будет. Вы там не гости дорогие, а просто гости, которых уже обобрали. Взяли плату. Больше с вас поиметь нечего. Ну все, теперь точно никогда не поеду на ваши Мальдивы, на ваши Бали. Местные в таких странах не ценят красоты природы. Они не понимают, что для россиянина или для европейца этот голубой океан и белый песок сказка. Они ценят, значит и не понимают. Зачем туристы туда тащатся? Поэтому откровенно презирают и потешаются над лохами. Can you smell this? Будто кто-то навонял в комнате. Только не в комнате, а вот в словах этих. Вот читаешь слова и прям вот чувствуешь, что этот запах запашок какой-то. Невкусный. Ну что, признавайтесь, мои дорогие. Кто из вас настоящий лох? Кто из вас летал на Мальдивы, на Бали? Знаете, ребят, вот все-таки, ну давайте признаем честно. Вот эти люди в ЗАГСе, которые оформляют брак. Вот настолько им вот как бы хочется всем и каждому желать добра, любви вечной и там... Что там еще желать? Здоровое, счастье. Ну, короче, вы знаете. Я не знаю. Давайте признаем, что нет. Им пофигу. Ну, правда. Я хоть и не религиозный человек, но... Окей. Есть какая-то красота и достоинство венчания. В официальной церемонии в ЗАГСе есть что-то приличное. Доброе, серьезное. Я не могу. Я как-то один раз в своей жизни была в ЗАГСе, но это было случайно. Мне надо было взять свидетельство своего рождения. Там было такое грязное помещение, очень старое. Какие-то стулья были все грязные. Вот будто кто-то посидел, человек выпил. И его вот этот вот алкоголь, он через пот вышел и остался на стуле. И там вот все стулья были такие. И стены такие затхлые. Вот я честно скажу, я ни одного приличного ЗАГСа в своей жизни не видела. Поэтому извините, но нет. В ЗАГС я не пойду. А тут нанимать за деньги мужика в форме. Больше всего похожий на поварскую. Позор, девочки. Это самый настоящий позор. Девочки, нас зашемили. Нас зашемили за свадьбу, которой у нас еще не было. Мне вот интересно, а вот если я не хочу приличную свадьбу, а просто вот добрую, яркую, веселую, жаркую. Я что, не могу тогда на Страва поехать, а? Ну что началось? Ну дорогая. Я не верю, что никто из нас не хочет свадьбу на Стравах. Позор, кстати, от слова «зор» – зреть. То есть узреют все это в соцсетях, и вы опозоритесь. Ааа, вот оно что! Надо мне остыть! В общем, эта женщина, она просто заранее предупреждает, что если вы не хотите опозориться в ее глазах, то ни в коем случае не поезжайте на Мальдивы, на Бали. Не организовывайте там свадебки ваши, экономные. Иначе вот она увидит, и вы просто будете опозорены. Ребята, дальше хуже? Ах да, соцсети! Самое главное забыла. Эти свадьбы делаются ради соцсетей. Больше ни для чего. Ни один участник этого действия без фотографий не согласился бы в этом участвовать. Я сейчас вот этого вообще не понимаю. На всех свадьбах все делают фотки. Я не знаю ни одной свадьбы, где муж и жена не хотели бы сделать фотографию себя. В этот прекрасный день. Один день, единственный день в нашей жизни, когда у нас свадьба. Ну, утрирую. Все другие люди, которые делают фотки на своих обычных, простых свадьбах, они нормальные. Такие хорошие люди. А вот те люди, которые делают фоточки на островах, при закате, с песочком, с морем. Вот эти люди, они у нас покадушники. Плохие люди. Вот эти люди вообще недостойны уважения. Позор. Через фото не видно презрения и равнодушия местных, которые проводят церемонию. Не видно голых детей. А головы голодных, сори. Не видно голодных детей, бегающих за периметром отеля. Не видно, как вспотела невеста на 35 градус, на жарея в платье из полиэстера. Надо было детальку туда добавить. Ну, хорошо. И что, и перед этим по лицу грязным спонжиком повозюкала неграмотная местная женщина. А это в буклетике называлось праздничным макияжем. Через фото не видно тоску, непременную спутницу подобных мероприятий, в которых не вложено ни души, ни сердца. Кульминация свадьбы уже на берегу у моря со всякими свечечками, чтобы было красиво. А вокруг шарится фотограф. Фото сами себя не сделают. То есть молодая пара на своей же свадьбе за свои деньги будет актерами, или точнее моделями. Вот на этом моменте эта женщина немножко так, конечно, прогадала, потому что я не знаю пока ни одной свадьбы, на которой не было бы фотографа. Ну, хоть немного себя уважайте, а? Так, мне кажется, или мне пытаются навязать чувство вины? Никто вам за денежку не продаст ни любовь, ни романтику, ни веселье, ни необыкновенную атмосферу. Вам могут продать фон для фоток. Это потолок. Сколько злости, сколько желчи, от ненависти. Я почувствовала, прочитав этот пост, и он еще не закончен. Пес, когда Курт Кобейн и Кортни Лав поженились на пляже, это был протест и бегство от жизни. Два человека, у которых уже тогда были ментальные проблемы, скрылись почти от всех. Было несколько гостей, на нем была пижама, на ней какое-то винтажное платье. Тогда не было соцсетей, не было показухи. А сейчас что? Одно позорище. Все, можно ложиться в гроб, я это прочитала. Можно умереть от позора и ничего не делать. Причем, вот какие-то такие странные градации у этой дамы. То есть, двум суперпопулярным людям, которые жили во времена, когда не было соцсетей и некому было сливать их фотографии в интернет, устраивать свадьбу на островах можно. А вот после 2012 года, когда у нас уже появились соцсети, когда я могла бы потенциально увидеть ваши фотографии и получить вот это вот отвращение от них, ну, это уже позор. Ну, в общем, слава богу, на этом эта статья заканчивается. Мне бы уже на больше не хватило, если честно. Ну, остались комментарии. А соглашусь со всем написанным, самые прочные браки, как правило, бывают у людей, которые забежали в чем были и расписались. Странно, но это факт. Ну да, вот особенно Курт Кабен, который женился в пижаме и потом ну а чё? Зато брак до гроба. Бабушки и дедушки, которых в обносках и прожженных телогрейках женил ком с взвода, живут в прочном браке по 50-70 лет. Их внуки, взявшие на свадьбу кредиты, поженившиеся с платьем, фейерверком, банкетом и или Мальдивами, грызутся, как собаки на второй год совместной жизни, а на третий разводятся. Ну вот тогда, походу Мальдивы реально портят просто все свадьбы. Я все еще не могу понять, что это за мир такой, где каждая вторая пара женится на Мальдивах. Где это? Я не знаю, что это за парадокс. Чем меньше было вложено в свадьбу, чем меньше было усилий по организации, чтобы было, как у людей, даже лучше, тем прочнее семья. А я знаю, в чем тут парадокс. Тут парадокс в том, что вот что ты хочешь увидеть, то ты увидишь. Вот эти вот бабушки и дедушки, о которых вы говорите, мы даже не знаем, как они жили, потому что нас еще тогда не было. Вот понятное дело, что к старости лет люди, наверное, становятся просто проще, не так требовательны от жизни, им удобно, им спокойно, у них нету никаких там нововведений в жизни, которые требуют постоянного бегства, куда-то роста, знакомства с другими людьми и так далее. Им хорошо вместе, вдвоем, и поэтому, да, вот под конец жизни мы на них смотрим, и нам кажется, что, наверное, они так жили всю свою жизнь, и у них все вот так вот всегда замечательно и хорошо. Но это не означает ничего. Видимо, опять тут какая-то проблема вот поколений. Вот раньше было лучше, а сейчас все берут кредиты, все такие избалованные, ненастоящие, нету любви. Пропала любовь, любовь умерла. Много видела поженившиеся. Отсюда и вывод. Сбегали в ЗАГС в обыкновенном и поставили свои подписи, глядя друг на друга голодными глазами. Жить вам долго и счастливо. Год обсуждали меню, составляли списки гостей, выбирали платья, учили танец, оформляли залы, бегали с голубями и фотографами, подбирали свадебный тур и так далее. Не будет у вас ничего. И заругайтесь, и разведетесь. Оооо. У меня просто ощущение, что люди, когда такое пишут, просто запрещают другим людям иметь счастье. Делаешь обычную свадьбу, вот ты тогда хороший. А если у тебя есть деньги, возможности, какой-то ты зажравшийся и вообще нехороший человек, нельзя тебе быть счастливым. Лет 5 даю такому браку. Как вариант судьбы, брак не распадется, но будет дерьмовым. Никакого взаимопонимания. Постоянные ссоры, скандалы. Вот такие наблюдашки. Чем проще таинство, тем тише и скромнее заключение союза, тем крепче брак. Эта женщина, наверное, супергерой, она живет уже где-то три века. Очень много жизни увидела, прожила, много пар понаблюдала, и поэтому, да, действительно, только так и работает. Ой, боже, какой ужас. Аж в свадьбу раз хотелось играть. Не поняла, какой была свадьба автора? Если молодым нравится, их дело. И никто не имеет права называть их выбор позорищем. Мария Сыромятникова, спасибо. Но бедная Мария получила очень много негатива. Марина, в том-то и дело, что это не что-то, что нравится. Это тренд. Тренд? Ездить на Мальдивы, это тренд? Тренд среди кого? Буржуазии? А еще сейчас не модно организовать большие свадьбы для друзей и родственников. Сейчас модно свалить в путешествии. Считаю, что это не отговорка путешествий, а жлобство и неуважение к своим же родственникам. Ну и путешествия. Куда может поехать среди статистических гражданин? В Турцию, Кипр? Так он на эти курорты и так ездил поедет. И в чем прикол свадебной поездки? Я не понимаю, этот человек сам себе противоречит. То есть только что мы говорили, что этот тренд ездить на Мальдивы, организовывать свадьбу. А теперь у нас оказывается среди статистических гражданин может только позволить себе ездить в Турцию и на Кипр. После таких комментариев я очень хорошо понимаю, почему многих родственников просто не хочется видеть на своих свадьбах. Очень много крайностей. Если мы организовываем свадьбу на Мальдивах со всеми родственниками и со всеми друзьями, то это все равно как бы позорище, ребят. Понимаете? Ну позор, просто полный позор. И если организовываем приличную свадьбу в ЗАГСе в нашей стране, то это тоже позор. А еще к тому же и жлобство. Эти шоу для людей, у кого мозг не вошел в базовую комплектацию. Лайк от автора. Так, хорошо, в общем, теперь у нас все, кто организовывает свадьбу на островах безмозглые. Окей. Ну, в общем, как-то так, ребят. Думаю, на этом можно заканчивать. Очень надеюсь, что никто из вас никогда не будет играть свадьбу на Мальдивах. А на островах этих Мальдивах и так далее алкоголь же еще нельзя. Так что вдвойне позор. Очень много нам еще осталось узнать о свадьбах. Очень много прочитать, изучить. Поэтому, если вам понравилось это видео и вы хотите еще продолжение про свадьбу именно, то пишите в комментариях и ставьте лайк. Спасибо вам большое за просмотр. Всем тьмок.